добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас вот такое чудо товарищ прикатил квадроцикл cf moto 625 кубиков это x6 я честно скажу я такими даже еще ни разу не ковырялся не смотрел ничего захрустело у него что-то при правом повороте но прокатился понять не могу пыльник на переднем левом приводе порванный наружный взяли привод подозреваю что это все-таки не привод что-то в заднем правом колесе крутил вертел его понять не могу но быстрее всего наверное подшипник умирает сниму сейчас колеса у него надо будет все прошприцевать сменим в нем в двигателе масло в мостах масло сменим масляный фильтр заменим и воздушный воздушный фильтр здесь губка пропитанная идет масляный фильтр насколько я понял действительно туда подходит от матиза заказали от матиза он стоит 150 рублей корейский портсмал ацев вот именно родной фильтр стоит 750 рублей разница какая ну что будем поднимать доделать крутить и вертеть буду сам обучаться потому что я им не занимался не знаю что как ну посмотрел единственное что сейчас боковую крышку нам надо снять чтобы масляный фильтр открутить находится он с левой стороны вот здесь вот внизу со стороны ручного стартера да вот видно его колпак вот эту крышку мы снимем и уже сможем легко открутить фильтр поднял его на подъемнике поместился он у меня на подъемник приподнял высоко поднимать его не буду мне этого достаточно для обслуживания сниму колеса все прошприцую везде где есть товотницы и поменяем масла в редукторах приступая все-таки похоже что здесь у нас сзади подшипник болтаться он не болтается ничего крутишь только кардан умеет подшипник не шумеет пробовал сюда сюда его но нет нет бывает шелчок проскать сейчас уже колесо ослабил колесо стукает но надо снимать снимать не смотреть подшипник закрустил подшипник гайки здесь колесные на 17 я но я имею в виду Вот эта гайка вообще не хочет откручивать, закусила её, поэтому уже крутим на страхе риск, обломается, обломается, надо будет всё равно две шпильки менять и две гайки менять. Конец, вот вся резьба. Ну что получается, у нас всё-таки не подшипнут тюкол, а видите, набито здесь и набито здесь. Колесо куколы. Подшипник мы снять всегда успеем. Сначала пробуем всё-таки меняем шпильки, затягиваем колесо, а потом уже, если хруст продолжается, лезем в подшипник. Выбиваем плохие шпильки. У нас лицевые сидят, как и у автомобиля. Вот они, побитые и одна. Эта вообще съеденная, а эта потянутая вся. Эти у нас нормально идут. Вот эта шпилька загнута. Эта ровная, а это загнута шпилька. Её даже видно, что она кривая. Я думаю, что её тоже надо будет заменить, наверное. Мы тоже её меняем. Начнёшь править, может треснуть. А почему загнута, не понятно. Так, ну что, пока шприцуем. Берём шприц. О, шевельнулся рычаг. Смазка с этой стороны полезла, а здесь не хочет. Грунчатся. Вот и снизу. И вот таким образом все тавотницы, которые мы здесь видим, но их в принципе здесь не так и много, потому что вот эти беставотницы идут, только получается наружные. Еще хотел показать, втулки стабилизатора здесь тоже выбиты. Вот видно, что резинка продавлена, и просто от руки ее шевелено стучит, но втулки стабилизатора сейчас тоже новую возьму, мы их заменим. Снимаю остальные колеса. Так, колеса я все снял. Здесь тормозные колодки, вот они у нас находятся на редукторе. Они у нас живые, мы их менять не будем. Втулки мы заменим. Здесь я прошприцевал. Пыльники у нас целые. Саленблоки у нас пока все целые. Так, вот здесь меня интересуют. Вот такие вещи, как мелочи всякие, которые там в процессе у нас поотрывали, здесь поотрывали, здесь вот крепления нету. Мы все это прикрутим сейчас, возьмем. Вот он, пыльник наш, наружный. Он свернутый и порванный. Вот мы его заменим. Почему и думали, что эта граната захрустела. Но дыры сквозной у него нету, его, видать, проткнули, он начал бросать. Поэтому ничего страшного, мы его помоем, смазки набьем и новый пыльник поставим. Другое. Вот эти колодки передние. Здесь получается, сами колодки тоненькие, но они смещены. Вот эта сторона-то нормально, а вот левая сторона, сейчас покажу. Мы что сделаем? Мы сейчас сделаем следующее. Мы открутим штифт, поднимем и смажем направляющие. Грязи здесь много попадает, поэтому экономить на этом не будем. Вот она, что здесь, видать, подогнули. Одна сторона колодки сточена. Если сверху еще есть колодка, снизу колодки нет. Она уже практически металлом за диск касается. Также мы открутим и посмотрим, что там надо делать и как делать. С этой стороны у нас пыльники целые, живые и внутренний, наружный. Поэтому здесь мы не будем. Посмотрим мы уровень охлаждающей жидкости. Вот она наша уровневая и наша заливная пробочка на переднем редукторе. А вот под пальцем видно сливная пробочка снизу. Через нее сольем, а через верхнюю зальем. Масло будем использовать трансмиссионное Кастрол 80-90. Так, ну, продолжаем. Так, ну что, идем мы на... Начиная вот с этого суппорта. Берем здесь шестигранник и откручиваем нижний болт. Шестигранник у нас здесь на шесть. А, это не болт, это гайка. Так, пыльник у нас получается сквозной. Так, эта гайка нам особо не дала ничего. Откручиваем сзади два вот этих болта. Верхний, который у нас суппорт держит, и нижний, головка на тринадцать. Снимаем целиком, здесь уже смотрим. Так, ну-ка, лодка. Она перекошена тоже. Видите, одна сторона здесь уже тоненькая, а здесь еще нормальная. Я думаю, что... А здесь наоборот. Это как раз говорит о том, что направляющая какая-то подкусывает. Так, вроде бы, двигаются обе. Ну, мы их снимем и промоем. А колодки сейчас на сезон, мы их заменим, поставим новые. Сверху сухо. Сверху сухо. Снизу. Маленько было смазки. Так. Ладно. Протираем. И смазываем. Сейчас поеду, возьму пыльник. Открутим цапфу, раз может тормоза сняли. Сейчас откручиваем вот эту гайку привода. Гайку привода мы открутим, конечно. Ну и все. Тут две шаровых, рулевая тяга. В принципе, как у автомобиля. В миниатюре. И уже сможем легко снять наш привод. Беру монтажку. И беру головку на 27. Вот так вот здесь вставляем монтажку. Одеваем головку. Фиксируем. И откручиваем нашу гайку. Ступица целиком с тормозным диском совсем. снялась. Кстати, тормозной диск, судя по выработке, здесь мало прижимает, здесь много. Следовательно, с этой стороны здесь много, здесь мало. Он немножко гнутый. Но для квадроцикла это не смертельно. Все, вот он, привод ходит. Бить его не надо. Он легко у нас выходит. Снимаем рулевую тягу. И снимаем шаровой. Снизу у нас болт. А сверху у нас гайка на шаровой. Шплинт расшплинтовываем. Шп Вообще не затянута, даже усилия не приложил. Рулевая гайка у нас тоже на наконечнике на 17, также зашплинтована. До последнего идет с подкусом, легко и подкусывает там, где отверстия сверлили под шплинт, что-то не так. Так, снизу получается гайка на болту на шаровой аккоре на 14. Берем вот такой вот съемник для рулевых тяг, одеваем его и снимаем нашу тягу и также снимем шаровую опору. Так, нам рычаг не дает ее вытащить. Амортизатор. Тогда мы сейчас пока снимаем шаровую опору. Капиринец. 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 Соскочила. Амортизатор. Убега. Подшипник у нас живой здесь. Вот она наша граната. Посмотрим, если понадобится мы ее выдернем из редуктора. Шаровая нормально, эта шаровая нормально, наконечник нормальный. Ладно, едем за колодками. Скатался, купил пыльник. Номер 9010-2701-50000. Это оригинальный парт номер и также он еще идет укороченный, без трех нолей в конце. Маденчайна, как положено, туба смазки, стопор, два хомута и сам пыльничек. Пыльничек небольшой. В принципе, его можно подобрать даже с нашего какого-нибудь автомобиля. Типа не нашего, а похож на Сузуки свифт маленький. Сейчас размеры померю, скажу размеры. Не по приводу мерю, по резинке мерю. Получается 63 мм и этот 18 мм. Длина 82 мм. Также купил новые колодки. Колодки взял не оригинальные, взял Годзилла. Говорят, они подольше ходят немножко. Материал получше. По номеру идут они ФА 159Р. Они парами идут. Две пары взял. Сейчас снимаем хомуты и снимаем гранату. Специального съемника нету. Возьму такими удлиненными круглогубцами. И он остался целый. Также и внутренний. Возьму такими удлиненными круглогубцами. Поэтому мы можем даже еще их и использовать. Так. Снимаем пыльник. Здесь у нас вода. Грязь есть. Но коррозии нету. Песка нету. Грязная вода тока. Ну что. Натягиваем. Пробуем взбивать. Нет. Наверное здесь не буду я бить на нем. Пыльник натянул. Посмотрел. Неудобно. Выдернем его целиком. Из редуктора. В редукторе он на стопоре сидит. Здесь он тоже на стопоре сидит. Сейчас мы в тиски зажмем. И аккуратно ее выбьем. Потом все промоем.